Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Инесса Водоносова и живу я в славном городе Нью-Йорке уже почти 26 лет. А совсем недавно я тут поменяла свой статус и нашла в себе совершенно другую работу. И об этом я хочу с вами поговорить. Дело в том, что я учу пожилых женщин в центре делать украшения. Ну вот, такая у меня сейчас работа. Вот это место, где я работаю. Центр. Ну я думаю, что... Возможно, вам это и не очень интересно, и кажется очень странным, что я сейчас вам об этом рассказываю. Но на самом деле вы даже себе представить не можете, насколько это все взаимосвязано. Вообще наша жизнь такие повороты нам устраивает удивительно. А это мои студенты. И женщины в возрасте уже хорошо. Самая младшая из них 59 лет, а самая старшая 82. И вы знаете, сначала мне было очень сложно, потому что я никогда не учила никого в таком возрасте. А теперь мне очень легко. Мы нашли общий язык, мы с ними сдружились. Я им показываю, как делать различные украшения. И хотя им очень непросто, но они очень стараются. И знаете, кое-чему я их все-таки научила. Очень-очень я этому рада. И они приходят, знаете, ко мне вот на занятия, как на праздник. Вот я вам клянусь. Я когда прихожу, они уже все давно сидят, уже давно ждут меня с нетерпением. Потом они рассаживаются, спрашивают у меня, как мои дела. Ну, в общем, мы всегда на 15 минут позже начинаем занятия на самом деле. Вот. И поэтому, казалось бы, ну, что еще тут рассказывать? Я думаю, что я приношу в их жизнь частицу радости. Вот. Ну, а они, конечно же, дарят мне тоже свою благодарность. Посмотрите, делали браслетки. Как они гордятся своей работой. Вы даже себе представить не можете. И я за них очень и очень рада. Ну, вот, казалось бы, и все, но нет. Вот это, видите, ее зовут Сьюзин, эту женщину. И я вам про нее сейчас расскажу много интересного. И очень полезного, и вообще всякого разного. Посмотрите, какие работы уже делают мои ученицы. Я горжусь ими очень сильно. Они обожают все это дело носить, каждый раз приходят. Ну, в общем, молодцы. Мне очень и очень нравится. Ну, вы посмотрите. Вот, казалось бы, ничего сложного, правда? А на самом деле тут достаточно много работы. Особенно для людей, у которых и руки уже не очень хорошо работают. Зато голова у них у всех светлая по-настоящему. А это последнее мое занятие. Вот они учились делать очень такие вещи, достаточно сложные. И очень меня порадовали тем, что на самом деле все у них получилось. Ну, в общем, я очень и очень довольна. Так вот, казалось бы, какая связь. Видели, как называется мое видео? И вроде никакой связи нет с тем, что я вам сейчас рассказываю. А на самом деле и есть. Как-то раз пришла я на работу в винтажной брошке. Обычно я прихожу в изделиях, которые я делаю сама. А тут вот решила вот так вот сделать. И одна из женщин, которую зовут Сьюзин, спросила, вы любите винтажную бижутерию? Я говорю, обожаю. А вот и Сьюзин. И она мне сказала, у меня коллекция. А я ей говорю, правда, и у меня коллекция. А потом я у нее спросила, а вы коллекцию как бы храните? Или она у вас на продаже тоже? И она мне сказала, знаете, сейчас я начала понемножку ее распродавать. И, конечно же, я не удержалась и спросила, а сколько же лет вы коллекционируете? И она мне сказала, моей коллекции 30 лет. Представляете, 30 лет коллекции у женщины, которая родилась и живет в Соединенных Штатах. Ну, и, конечно же, вы можете себе представить, какие там могут быть сокровища. И я ее попросила, не могли бы вы принести какую-то определенную часть на продажу? А я с удовольствием посмотрю, если мне понравится, я куплю. Я сказала, конечно, конечно, Инесса. И я вам обязательно принесу все, что я хотела бы продать. И в течение трех занятий она мне приносила коробочки со своей бижутерией. И этим заинтересовалась не только я, но и другие мои ученицы. Но, конечно, первенство было за мной. А сейчас мы с вами посмотрим, что же в конце концов я у нее купила. Конечно, я очень тщательно выбирала, но цены были очень приемлемые и было на что посмотреть. Итак, давайте вместе с вами сейчас все-таки посмотрим на мои покупочки от Сюзан. Ну что ж, давайте рассмотрим все-таки, что же Сюзан принесла мне за три, это три раза было, за три раза в своих коробочках. Я там рылась долго и упорно в этих коробочках, откладывала, перекладывала, потом торговалась с ней. В общем, у меня было такое чувство, будто я попала на блошин рынок. Но на самом деле это было намного проще. И давайте все-таки будем потихонечку рассматривать. Ну, с чего начнем? Давайте начнем вот с этой. Посмотрите, какая это красотка. Камея. Вот такая у нее обороточка. Американский замочек. Но вы знаете, она такая легкая-прелегкая. То есть, вот нету обычной тяжести, которая бывает у американок. Такое чувство, будто это алюминий. Ну, ладно, пусть будет так. Ведь каждая брошка стоила, значит, от доллара до пяти. Вот за это она, конечно же, запросила у меня пять долларов. Типа камея, тролливали. Ну, я махнула руку и подумала, все равно я нигде камея дешевле, чем за пять долларов. Не куплю, пускай будет. Затем вот это следующее. Ну, красивая, красивая вот эта брошка. Посмотрите, какие голубые, замечательные стразы. Вот. И тут голубые, и синие, и разные, и всякие. Уже такая красотка. И ну-ка. Вот такой у них замочек, тоже очень хороший. То есть, тут, конечно, нету маркировки почему-то, но вы знаете, очень прилично сделано и тяжеленькое. Но, в общем, все как положено. Ни единой потери. Мне она очень и очень понравилась. Так, следующая вот такая. Ну, эта брошка мне вообще, я от нее в полном восторге. Посмотрите, какая красота. В виде такого облака. И тут есть, видите, и брошированный металл, и по краям блестящий, и как будто бы на этом облаке звездочки с камнями, с покрытием Аврора Бориалис. И вот такая у нас оборотка. Вот такая. Тоже маркировки нет, но очень она мне понравилась, и я решила ее все-таки забрать. Теперь следующая вот такая. Вы знаете, вот я неровно дышу к листикам, вот хоть умри, тем более вот с таким, настолько хорошо сделанные. Вот такой листик. И, знаете, посмотрим, что у нас на оборудочке. Ну, и вот такая застежечка на оборудочке. В очень хорошем состоянии. Стоила она 3 доллара. Ну, в общем, хорошо. Мне очень понравилось. Так, поехали дальше. Теперь у меня вот такая. Видите? Люблю я такие броши. Очень. Тут такие кристаллы нарядные, красивые. В таком она хорошем состоянии. И, посмотрите, вот такой винтажный американский замочек. Хорошая брошь. Так, следующая у нас брошка вот такая. Вы знаете, я с этой брошкой очень сильно сомневалась, брать, не брать. Видите, тут как бы непонятно. Хорошо отполированный металл. И вместо кабошона здесь ничего. Вклеивать мне что-нибудь. Не вклеивать, искать, не искать. Какой? Оставить так. В общем, понятия не имею. Но стоила она доллар, поэтому я решила ее забрать. Но в очень она хорошем состоянии. Вот. И замочек у нас, ну, ой, вот такой. Вот такой замок. Тут все очень и очень, на самом деле, неплохо. Следующая брошка. Вот о вот этих брошек я хочу поговорить отдельно. Посмотрите, какая она интересная. Здесь какой-то материал, я даже не знаю, она легкая. Возможно, это полимерная глина, а возможно, и нет. Но посмотрите, какая работа вот наверх металла, вот как сделана. Стиле, брошь в стиле арт-деко. В общем, хорошая. И она вот так вот носится, именно так, как я вам показываю. Вот. То есть не вот так, а конкретно вот так. И видите, внизу вот такая, сюда можно подвесочку повесить. Была она здесь или нет, я не знаю. Вот здесь вот какие-то камешки. Вот. Похожи на натуральные, очень на натуральные такие, на галтовочку. Вот. Ну, в общем, очень-очень интересная брошь. И вот породка самая простая. Такие броши в 70-е выпускали очень и очень много. Но, по крайней мере, она хоть аккуратно сделана. Она мне очень понравилась. Я обожаю подобные вещи. Ну, а следующее, давайте вот на эту посмотрим. Это брошь очень похожа на чешку. Хотя, не знаю. В общем, здесь очень красивое гранатовое стекло-камешки. Вот так вот оно все сделано. Ни одной потери. И... А вот сразу видно, что это американка. Потому что, видите, как сделано? По-человечески, то есть, как я называю. Нету филиграни на оборотке, а вот такой металл. Ну, в общем, брошь хорошая, достойная. И мне она очень понравилась. И моей коллекции пригодится. Затем у меня еще есть вот такая малютка. Но она мне очень понравилась. Смотрите, какая прелесть. Какой здесь камешек, красивое стекло. И такая рамка хорошая. Крохотулечка, конечно. Но зато, видите, американочка. Вот. Такая маркировки нету. Но стоила она мне доллар, короче. Так, теперь следующее. Это вот такая. Фарфоровая брошка. Ну, это, конечно, деколь. Это не ручная работа. Такая длинненькая. Но, знаете, вот она в хорошем состоянии. Но по оборотке видно, ну, старенькая, пристаренькая. Нет, хорошая. И мне сказали, что это Германия. Я не знаю. Может быть. Маркировки здесь никакой нету. Но, во всяком случае, есть на что посмотреть. Затем, давайте посмотрим еще на одну малютку. Вот я люблю такие. Такие стразы нарядные, красивые. И вот такая оборотка. Но это американка. Видите? По замочку сразу видно, что это американская брошь. Затем попала с ней вот такая бабочка. И я не устояла с камешками, а со стразами Аврора Бориалис. Видите, да? Вот такая. И вот у нас вот такая оборотка. И вы знаете, это может быть вообще все, что угодно. Я ничего не могу судить по оборотке. Но, во всяком случае, винтаж. Может быть, не сильно, но винтаж. Затем хочу вам показать вот эту подвеску. Посмотрите на нее. Знаете, я никогда не прохожу мимо таких подвесок. Знаете, что я с ними делаю? То есть, вот тут есть специальная петелька, чтобы подвесить. И я делаю как бы свои украшения и делаю как бы микс такой. То есть, допустим, основа сама в современном стиле, а вот сама подвеска в винтажном. Это очень всегда хорошо смотрится. Металл, все как положено. Ну, вот хороший. Единственное, в чем я сомневалась, мне кажется, что вот эта вот подвесочка, это не родная. Кто-то уже тут что-то свое решил повесить. Может быть, утеряно было или что. Но, во всяком случае, очень интересная брошь. Затем, моя огромная удача в этом лоте, это, конечно же, две броши итальянской мозаики. Вот эту брошь мне продали за 3 доллара. Вот. И я была крайне довольна этим вопросом. Ну, достаточно большая. А вот эту вот малютку сначала хотели за нее 5. Вы знаете, тут достаточно интересный дизайн, необычный. Поэтому я долго билась, короче, за 3 отдалю. Я говорю, такая маленькая, маркировки нету, нет, нет, нет. Ну, в общем, она уступила. Следующая брошь – это вот эта. Это не брошь, на самом деле, это подвеска. С ней я очень сильно сомневалась. Она за нее сначала пятерку запросила. Я посмотрела, рассмотрела, говорю, ну что вы, это же просто вот она вот так вот подвешивается, наоборот. Вот так. То есть, я говорю, лишь надо дорабатывать вот здесь вот такие вот, видите, для подвесок специальные колечки. Ну, в общем, короче говоря, она так и засомневалась сначала, а потом говорит, ну ладно, давайте за 2 доллара заберете. Я говорю, за 2 заберу. Ну, из этого я тоже что-нибудь толковое сделаю, будет очень интересно. Затем, вы знаете, вот эта брошь, она абсолютно новая, она была на родной подложке. Это, конечно же, пластик. Ну, посмотрите, как сделано. Похоже, как будто это кость, но это нет, это пластик точно. Птички какие-то. Я забыла, как называется техника, которая вот это делает. Но это какая-то специальная, это современная вещь, это современная работа. И вот здесь этот замочек явно был поставлен позже. То есть, было просто вот, такой кабошон был. Вот, и кто-то из него, его превратил в брошку вот таким вот образом. Следующее, что я вам хочу показать, это вот тоже малютка. Ну, она меня крайне порадовала. Это корзинка моя любимая. Посмотрите, у меня же есть в коллекции корзинок моих брошечек. Вот, так это очень красиво. И сейчас такие броши стоят сумасшедшие деньги. И когда она запросила пятерку, я подумала, ну ладно, пускай старушка уже подзаработает. Вот нельзя как бы ее вот так вот, прямо вот. Вот, она уже в возрасте очень сильно, сами понимаете. Деньги я, очевидно, нужны. Хотя, кто его знает. Но, во всяком случае, я говорю, ну ладно, за пятерку войну. Потому что такие броши, меньше десятки, вообще нигде невозможно купить сейчас. А следующая брошь, это вот такая. Она мне, это было с первого раза я ее купила. То есть, у меня было как бы три этапа, три занятия. И она мне приносила три коробочки. И вот, видите, вот такая вот. Ну, она, она хороша. И очень сразу красивая, видно ли вам, не знаю. Свет не очень хороший. Ну, что же делать на улице пасмурно, солнышка нет. И вот такая у нее оборотка. То есть, тоже очень неплохая. Еще вот эта вот брошь мне очень-очень понравилась. Вот такая снежинка-брошка. Ну, люблю я такие вещи. У меня целая коллекция подобного рода брошек. Именно вот в таком белом цвете. И вот такая у нас оборотка. Ну, это винтаж явный, видите, как сделано треугольничками такими. Хорошая работа. Очень. Потом еще одна валютка. Вот было много маленьких брошечек. Но она мне очень понравилась. Посмотрите, тоже вот такая вот. Красотка. Вот такая. И вот такая оборотка. Явно винтаж. Ну, и последняя. Нет, не последняя. Но все равно почти последняя. Это вот это. Посмотрите на эту красавицу. Да, со светом совсем нехорошо. Ну, что добавить света? Сразу цвет теряется. Да. Может быть, добавить что-то более натуральное. Ой, нет, еще хуже. Ай, с этим светом. Когда пасмурная погода, ну, совершенно невозможно. Может, лучше немножко видно. Ай, тень. Нехорошо. Ну, я надеюсь, что вы рассмотрели эту брошку. Вот такая она. Ну, и порадовала меня. Она не вписалась у меня в эту рамку. Вот эта вот брошь. Я очень люблю вот такие вот броши. Сюжетные. Смотрите, как она хорошо сделана. И похожа на медь, между прочим. И вот у нас вот такой замочек. Ну, в общем, интересная, конечно, брошь. Она может быть... Нет, в реале это европейская, это американская. Потому что, ну, европейские... В Европе такие не делали, мне кажется, никогда. Ну, ни разу не видела. Я вот такие сюжетные броши. Ну, куда мне ее пристают, ну, вот наверх сейчас положу. Ну, вот это вот все броши, которые я... Ну, не только броши, есть еще подвеска. И одна, и вторая. В общем, это все, что я как бы купила у своей бабушки. Вот. И вы знаете, все-таки 30-летняя коллекция есть 30-летняя коллекция. Я больше чем уверена, что самое интересное она мне, конечно, не показала. Не принесла на продажу. Но посмотрим, может быть, это не последний мой заход. Может быть, я вам еще что-то смогу продемонстрировать из этой же коллекции. Ну, а на сегодня все. И я думаю, что вам понравилась вот такая интересная ситуация. И как вы считаете, повезло мне или так? Или я просто решила, ну, как бы, заняться благотворительностью? Нет, на самом деле я так не считаю. Мне все это очень понравилось. Хочу вас поблагодарить за то, что вы были со мной. И хочу сказать, что я все равно очень-очень стараюсь для того, чтобы, мои дорогие, вам было интересно. И чтобы вы расслабились, глядя на вот эти красоты. И поменьше думали о трудных временах, которые нынче наступили. Мне кажется, что когда мы смотрим на красоту, все-таки нам полегче. Особенно тем, кто увлекается. Тем, кому это нравится. А с вами была Инесса из Нью-Йорка. Еще раз повторяю это. И до свидания. Всего вам самого-самого хорошего. До новых скорых встреч.